Я ходить не могу, я с худунками хожу, мне никуда выйти нельзя. Обычно к таким пенсионерам, которые не могут выйти из дома, приходят соцработники. Но на этот раз им компанию составили и студенты-прикмахеры из губернаторского автомобильно-электромеханического техникума. Десант красоты отправился в село Балаковского района, чтобы привести в порядок головы подопечных комплексного центра социального обслуживания населения. Довольны все и пенсионеры. Приезжайте к нам еще, перед праздниками особенно, чтобы нам выступать было с прическами. И студенты, для которых выезд в село стал своеобразной практикой. У нас больше получается практики руками, мы работаем больше, общение с клиентами, мы, так можно сказать, изучаем таким образом. Проект «Социальная парикмахерская» реализуется Саратовским региональным отделением Российского союза ветеранов Афганистана на следе губернаторским техникумам и Центром социального обслуживания. Все вместе участники решают важную задачу – оказать парикмахерские услуги тем, кто в силу здоровья или возраста не может выходить из дома. Особое внимание жителям сельской местности, где парикмахерских вообще нет, и обычная стрижка становится настоящей проблемой. Самая главная оценка этого проекта – это огромное количество услуг благодарности страны наших поучастливых услуг, страны лиц без определенного места жительства, большое количество тех граждан, которые проживают в удаленных селах. Этот проект дал возможность, во-первых, нашим студентам увидеть результаты своей работы, общение с теми людьми, которые не имеют возможности приехать в город или в выездную какую-то парикмахерскую. В рамках проекта обучение по профессии парикмахер прошли и социальные работники. Именно они часто бывают у своих подопечных и теперь смогут не только помогать им по хозяйству, но и делать прически. Учеба далась соцработникам легко. После работы бежали сюда с большим удовольствием. Головой в омут на обучение. Здесь я встретила действительно очень хороших людей, душевных, с большим опытом. И вот учеба позади, практика пройдена и новоиспеченные парикмахеры-соцработники получили документы о том, что освоили новую профессию. Впереди еще один этап проекта, а это значит, что социальная парикмахерская поможет стать красивее еще большему числу подопечных Центра социального обслуживания.